Она русская дружелю, сама не зная почему, с ее холодной красой улюбила русскую зиму. Татьяна верила преданиям простонародной старины и знам, и карточным гаданиям, и сказаниям глупыми. Ее тревожили предметы, таинственные все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствия теснили грудь. Как жена мой кот на печке сидя, морлочи лапкой рыцем мыл, то, несомненно, знак ей был, что едут гости. Вдруг увидят молодой дворогий век луны, на небе с небесной стороны она дрожала и бледнела. Когда ж подучая звезда, она темно мертела и рассыпалась, тогда в смятении та не торопилась, пока звезда еще хотелось, желание сердце ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь и встретить черного монаха, и быстрый заяц в меж полей переведал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствия горячных полна, ждала несчастья уж она. Татьяна, спираясь ночью вражью тихонько, приказала к бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли Татьяне, мне стало страшно так быть, с Татьяной нам не выражать. Татьяна по высокой шерковой сняла, разделась и в постель легла. Над нею в блюдце лень, а по полушкам пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит.